В общей сложности общественники и мэр города побывали на трех точках, возглавивших составленный на основе жала Благовещенцев топ-6 самых проблемных участков улично-дорожной сети. Первая остановка была сделана на пересечении улиц Ленина и Партизанской, где прямо на проезжей части имеется сразу несколько провалов. Без участия администрации города Благовещенска мы не сможем разобраться, в чем все-таки причина. Либо это нарушения технологические покрытия, либо это природные явления, либо это виноваты коммунальщики. В данной ситуации, отметил Олег Имамеев, скорее всего причина провала в пролегающей под дорогой теплотрассе. Из-за разницы температур при оттайке грунта возникают серьезные деформации. Для сетей, проходящих под проезжей частью, это обычное явление. Вообще в идеале, конечно, их выносить с проезжей части. Выносить. Но что такое вынести сеть? Вот мы находимся даже на примере этого участка. Вот возьмем сейчас эту сеть, перенесем сюда. Здесь пошли смежные земельные участки, какие-то кабеля, сети оптиволокно и так далее, опоры, освещение и все прочее. Все это надо тоже переносить, убирать. Я даже боюсь эту цифру назвать. Это несоизмеримая задача. Аналогично обстоят дела и на перекрестке Зейской и Железнодорожной, где ямы образовались вокруг инженерных колодцев. На самом деле, таких проблемных точек в городе значительно больше, отметил Олег Имамеев. Однако проблема в том, что многие подземные коммуникации не имеют хозяев. Будем делать большую работу по ревизии наших сетей. Я был, на самом деле, серьезно удивлен, какое количество сетей у нас бесхозных. Когда приходят порывы и когда мы поднимаем карту, а это и не АКС, и не будет совместить. Понятно, что мы работаем, ресурсники выходят, но это нужно все приводить в соответствие. А вот объяснить появление провала в брусчатке на площади Победы специалисты затруднились. Тротуарная плитка, уложенная еще более 10 лет назад, нынешней зимой вдруг покрылась волнами. Это среди зимы провалилось и возникает. Причем, вы видите, в нескольких точках по площади. Но если там, где колодец, видно, что там коммуникации идут, как-то можно понять, почему здесь происходит. Возможно, тоже коммуникации, сети. Поэтому, конечно, я буду вместе со специалистами, с вашей помощью выяснять причины и принимать уже решения по устранению данных провалов. По всем посещенным точкам, добавил Олег Имамеев, окончательное решение будет принято после оттайки грунта. Но подсыпка дорожных провалов будет сделана в ближайшие дни. А вот площадь Победы приведут в порядок до 9 мая. Эти решения общественников удовлетворили. Наши выводы о том, что эти объекты находятся в ненормативном состоянии, что требуется принятие неотложных мер, так как наибольшее количество жалоб именно было к нам лично по этим объектам. Мэр отозвался, озвучено было, что будут приняты меры. По итогам рейда мы направим в адрес мэра тоже обращение. Дальнейшее состояние осмотренных дорожных провалов и ход их ремонта активисты ОНФ будут контролировать вплоть до полного решения проблемы.